Всем привет! Это видео о том, что такое режим инкогнито в браузерах Google Chrome и Яндекс Браузер, приватный просмотр в Opera и Mozilla Firefox, а также окно InPrivate в Microsoft Edge. Поговорим о том, как они работают, а также как их включить, отключить и использовать. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. 1. Браузер при посещении тех или иных ресурсов в интернете собирает определенное количество сведений о действиях пользователя. 2. Приватный же режим работы браузера – это такой режим, при использовании которого в браузере не сохраняются данные о посещенных сайтах и поисковых запросах. 3. Просмотренные страницы и загруженные файлы не сохраняются в журналах браузера и загрузок. 4. Все новые файлы куки удаляются сразу после закрытия всех открытых анонимных окон. 4. Все основные браузеры поддерживают приватный режим, который называется в браузерах по-разному. Чтобы запустить его в Google Chrome, перейдите в меню и выберите новое окно в режиме инкогнито. 5. Также, как видим, режим инкогнито браузера Chrome можно запустить нажатием сочетания клавиш Ctrl-Shift-N. Видео о горячих клавишах браузера уже есть на нашем канале. Ссылка в описании. Если вам нужно посмотреть какую-то ссылку, но вы не хотите, например, чтобы вас в дальнейшем преследовали рекламные баннеры, то её также можно открыть в режиме инкогнито. Для этого кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите открыть ссылку в окне в режиме инкогнито. В результате откроется окно или страница в режиме инкогнито. Окно в режиме инкогнито, как правило, отличается от обычного окна браузера интерфейсом или специальными обозначениями. В случае с Google Chrome, как видим, окно в режиме инкогнито имеет тёмную тему и отмечено значком в виде человечка в очках и шляпе. Чтобы выйти из данного режима, достаточно просто закрыть окно. Теперь давайте проверим, отобразились ли открытые только что в режиме инкогнито окна в истории браузера. Как видим, нет. Всё описанное в равной мере относится и ко всем остальным популярным браузерам, с единственным отличием в названии приватного режима. Так, чтобы открыть режим инкогнито в Яндекс браузере, войдите в настройки Яндекс браузера и выберите режим инкогнито. Или нажмите одновременно на клавиши Ctrl, Shift, N. Можно также щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку браузера на панели задач и выбрать пункт Новое окно в режиме инкогнито. После клика по ссылке правой кнопкой мыши выберите открыть ссылку в режиме инкогнито. В случае с Яндекс браузером, как видим, окно в режиме инкогнито имеет тёмный окрас и отмечено значком в виде очков возле меню браузера. Режим инкогнито в опере называется приватный просмотр. Есть несколько вариантов войти в приватный просмотр в браузере Opera. Нажмите на кнопку меню и выберите пункт Создать приватное окно или нажмите на клавиатуре Ctrl, Shift, N. Правой кнопкой мыши нажмите на панели задач на значок браузера Opera, а затем выберите Создать приватное окно. Кликните по ссылке правой кнопкой мыши, нажмите Открыть в приватном окне. После закрытия окна браузера в режиме инкогнито все данные будут удалены. Для обеспечения большей конфиденциальности можно использовать VPN, который встроен в браузер Opera. О том, что такое VPN и как им пользоваться, я уже рассказывал в одном из видео, ссылка на него будет в описании. Режим инкогнито в Mozilla также называется приватный просмотр. Войти в приватный просмотр в Firefox можно следующими способами. Нажмите меню, а затем на приватное окно. Также можно открыть с помощью сочетания клавиш. Только в случае с Mozilla это будет Ctrl, Shift, P. После нажатия на значок браузера Mozilla Firefox на панели задач выберите новое приватное окно. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке и выберите пункт Открыть ссылку в новом приватном окне. В браузере Mozilla Firefox в режиме приватный просмотр также включена защита от отслеживания, чтобы запретить некоторым сайтам использовать трекеры, собирающие информацию поведений пользователя. В браузере Microsoft Edge режим инкогнито называется просмотр in private. Включить режим in private в браузере Microsoft Edge также можно несколькими способами. Войдите в Параметры и нажмите на пункт Новое окно in private. На панели задач кликните по значку браузера Edge правой кнопкой мыши. И выберите пункт контекстного меню Новое окно in private. Для включения режима приватного просмотра с помощью сочетания клавиш в Edge, как и в Mozilla нажмите Ctrl – Shift – P. После этого в Edge откроется окно in private. Чтобы выйти из приватного режима работы любого браузера, достаточно закрыть такое приватное окно. После этого все следы пользователя будут удалены из браузера. Но имейте в виду, что сайты, которые вы посещаете, могут также сохранять информацию о пользователе. Также после выхода из приватного режима браузера, все скаченные на компьютер файлы останутся на нём. Например, если вы в режиме инкогнито войдёте в свой аккаунт в Google, дальнейшие запросы веб-поиска будут регистрироваться в истории веб-поиска Google. В таком случае, чтобы предотвратить хранение истории поиска в аккаунте Google, нужно приостановить ослеживание вашей истории веб-поиска Google или очистить его. О том, как сделать это, я уже детально рассказывал в своём предыдущем ролике. Ссылку на него я оставлю в описании. Если говорить о мобильных версиях браузеров, то как правило, если в версии браузера для ПК присутствует приватный режим, то он также доступен и в его мобильной версии. Запустить его можно как из меню браузера, так и из подтекстного меню ссылки, вызвать которое можно нажатием и удерживанием пальца на нужной ссылке. Названия и функции мобильной версии приватного режима браузера такие же, как и на ПК. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.